Трудовой кодекс РФ позволяет работодателям привлекать сотрудников к работе сверх нормы, но только при условии соблюдения норм труда и в рамках нормативов рабочих часов. Также существует перечень работников, просить которых о дополнительной отработке запрещено законом. В статье расскажем, какая выплачивается компенсация сверхурочных работ в 2020 году, как получить и приведем примеры расчета. Сверхурочный труд должен оплачиваться по повышенным ставкам, также в качестве компенсации могут быть предложены некоторые льготы. Связано это с тем, что служащий тратит больше энергии, сильнее утомляется и лишается свободного времени для отдыха. Работа сверх нормы, когда оплачивается. Сверхурочной работой признается только тот труд, который выполняется сотрудником предприятия по инициативе начальства за рамками утвержденной для служащего продолжительности рабочего дня, ежедневной работы, трудовой смены или свыше нормативного количества часов за учетный период времени при суммировании часов, проведенных на рабочем месте. К работе сверх нормы возможно привлечь, после получения работодателем письменного согласия сотрудника, с учетом мнения профсоюза, если возникла необходимость завершить начатое дело, которое не получилось выполнить до конца в рамках. Рабочая смена из-за непредвиденной задержки по техническим причинам. Это касается тех случаев, когда невыполнение задачи повлечет за собой порчу или гибель товаров, оборудования или другого имущества руководителя компании, или же владений третьих лиц, за которые наниматель несет ответственность муниципального. Образование, государство. Или же работу требуется закончить, чтобы ничто не угрожало жизни и здоровью людей. Если работник задействован на производстве временных работ, заключающихся в восстановлении и ремонте механизмов или сооружений. Для привлечения к сверхурочной работе должна быть причина, к примеру, поломка влечет за собой остановку работы сразу для большого количества сотрудников. Если требуется отработать некоторое время из-за того, что другой работник не явился на предприятие. Работа должна отвечать требованию, она должна выполняться беспрерывно, то есть руководителю приходится принимать все меры по замене сменщика незамедлительно. Скачать образец докладной записки. О необходимости привлечения к сверхурочной работе по просьбе начальства без согласия служащего. Если выполнение работ направлено на недопущение ликвидации последствий аварии на производстве катастрофы. Если речь идет об общественно полезных работах, таких как устранение причин сбоев в стабильном функционировании централизованных систем жизнеобеспечения людей, связи транспорта, освещения и тому подобное, если сверхурочные работы требуются в силу объявленного военного или чрезвычайного положения. Также это могут быть работы, не терпящие отлагательств тушения пожаров, помощь населению при наводнении, землетрясении, эпизолотии, эпидемии, голода и прочие ситуации, при возникновении которых появляется угроза жизни и здоровью. Всех людей или части населения. Скачать образец уведомления о привлечении к сверхурочной работе, кого не могут привлечь к сверхурочным работам. Ни при каких обстоятельствах невозможно привлекать к работе сверх нормы. Беременных женщин число акушерских недель роли не играет. Читайте также статью «Порядок выдачи больничного листа по беременности и родам в 2020 году». Сотрудников, не достигших совершеннолетия. Некоторых других служащих, категории которых перечислены в трудовом законодательстве и федеральных нормативных актах. Инвалиды, матери детей, которым не исполнилось 3 года, одинокие родители с детьми до 5 лет, воспитатели детей с инвалидностью, работники, осуществляющие уход за больным родственником, могут оставаться на сверхурочной работе, но только. С их согласия должно быть составлено письменно, и если это им позволяет здоровье, оценку проводит компетентный врач. Кроме того, руководитель обязан представить данным категориям служащих документ, разъясняющий им их право отказаться от работ сверх нормы. Они должны документ подписать. Нельзя просить о работе сверх нормы. На протяжении двух смен более чем на 4 часа, свыше 120 часов за 12 месяцев. Если, несмотря на законы и запреты, работодатель привлекает перечисленных выше сотрудников к работе сверх нормы или не соблюдает обязательные требования, работники вправе пожаловаться в профсоюз. Следующей инстанцией станет Роструд, заявление в данный орган повлечет за собой проверку предприятия. Можно подать на руководителя в суд, требуя возмещения материального и морального вреда. Кто может получить компенсацию? Норма рабочих часов, согласно ТК РФ, составляет 40 часов. Для некоторых категорий сотрудников норма снижена от 24 до 35 часов лица до 18 лет в зависимости от возраста, 35 часов инвалиды АйАйАйГР. До 36 часов учителя, медработники, женщины в сельских районах и в условиях Крайнего Севера при наличии опасных условий работы. При превышении указанных показателей, а также числа рабочих часов при суммированном подсчете времени, проведенного на работе, служащим будет полагаться компенсация. Кому не полагается компенсация? Если инициатива нанимателя в том, чтобы оставить работника на сверхурочную работу, не было, а служащий остался на предприятии и исполнял трудовые обязанности по окончании рабочего дня на добровольной основе, дополнительных выплат ему не полагается? Гарантии и компенсации для сотрудников, выполняющих работу сверхурочно. Работа сверх нормы предполагает дополнительные гарантии и компенсации трудящимся. Лимитированное количество часов работы сверх нормы – 4 часа за 14 дней, 120 часов за 12 месяцев, оплата в полуторном и двойном размере в зависимости от числа дополнительных часов, установленная законом процедура привлечения к работе сверх нормы, запрет на привлечение к работе сверх нормы особых категорий сотрудников. И специальные условия выполнения сверхурочных работ некоторых других категорий работников. Сверхурочная работа в выходной, в праздничный день, во время командировки, в ночное время. Работа в праздник должна оплачиваться как минимум в двойном размере, учет общего числа сверхурочных часов не обязателен. Понятия сверхурочного труда в выходной день не существует, каждый час сверх нормы в выходной будет оплачен как выход на работу в выходной день, то есть в двойном размере. Такая выплата предусмотрена трудовым законодательством, положениями которого работа в нерабочие дни расценивается по двойной ставке. В случае, когда работы выполняются целиком или частично в ночное время, руководство оплачивает часы труда и как сверхурочное время, и как ночную работу, поскольку единой правовой основы не имеется. Сверхурочная работа при сменном графике. На некоторых предприятиях соблюсти норму в 40 рабочих часов нет возможности, к примеру, если служащий трудится день-ночь с перерывом на два выходных. В таких ситуациях применяется суммированный учет рабочего времени за период в квартал или полгода. Сменный график предполагает работу в 2-3-4 смены, такой режим необходим, если продолжительность непрерывного рабочего цикла оказывается выше предельно допустимого периода труда за 7 дней. Общее число часов наработки обязано соответствовать ранее сформированному графику. Две смены подряд назначать запрещено законом. Выплаты за сверхурочные работы при сокращении и увольнении. В случае сокращения штата сотрудников либо увольнения работника за какие-либо нарушения, необходимо учитывать сверхурочную работу за каждый фактически отработанный сверх нормы час при окончательном с ним расчете в день выдачи трудовой. Книжки. Читайте также статью «Порядок выплаты компенсации при увольнении по сокращению штата». Если увольняемый работник ранее написал заявление на предоставление ему отгулов вместо денежной компенсации за сверхурочный труд, ему придется компенсировать его именно в денежном эквиваленте, поскольку предоставлять отгулы перед «Увольнением не имеет смысла». Размер компенсации – минимальные и максимальные суммы. За первые два часа сверхурочного труда служащему полагается оплата в 1,5 раза больше обычной. За каждый следующий час начисляется двойной размер оплаты. Если невозможно выяснить, какие два часа из общего числа переработанных часов были первыми, а какие последующими, бухгалтер за два часа начисляет оплату в полуторном размере, а все остальные – в двойном. Если сотрудники выполняют трудовые обязанности, соблюдая обычный график, к примеру, пять рабочих дней, два выходных, тогда определяется нормированный рабочий день, допустим, восемь часов, а затем проверяется, сколько фактически работал служащий. Если получилось, например, 10 часов работы в понедельник, 11 во вторник, значит за первый день работник получит компенсацию в полуторном размере за два лишних часа, за второй день оплату в полуторном размере за первые два часа и оплату в двойном. Размере за третий лишний час. Льготным категориям сотрудников рассчитывать количество сверхурочных часов необходимо на основании сокращенных рабочих недель, утвержденных для них. Лишние часы должны быть оплачены в согласии с пунктами коллективного договора. Рассчитывать компенсации можно исходя из ежемесячного заработка, обычного числа рабочих часов для конкретного сотрудника по производственному календарю за месяц, в котором он был привлечен к работе сверх нормы. Минимальная сумма компенсации, предусмотренная законом, начисляется, если условия сверхурочного труда не прописаны в трудовом контракте или локальных нормативных актах компании. Льготы за работу сверх нормы. Сверхурочные часы труда могут быть компенсированы дополнительными выходными. Отгул предоставляется только в том случае, если сотрудник просит заменить денежную компенсацию на отдых. Поскольку давать работнику возможность отдохнуть несколько часов практически не имеет смысла, придется суммировать время переработок, пока число часов не составит в сумме целую смену. Лишние выходные непременно фиксируются в документах фирмы путем издания приказа руководителя и внесения соответствующей записи в журнале регистрации отгулов. Количество предоставленных часов отдыха должно оказаться не меньше периода сверхурочного труда. Время пребывания на отдыхе оплате не подлежит, а потому отгулы назначаются неоплачиваемые, их оформляют как административный отпуск. Куда и когда обращаться за выплатой компенсации? Сверхурочные часы работы учитываются бухгалтером предприятия путем внесения данных в табель учета отработанного времени. Компенсация будет начислена к основной сумме оклада, обращаться к руководству дополнительно необходимо только в том случае, если работник желает получить отгул вместо денежной компенсации. Оформление компенсации – этапы. Когда сотрудника оставляют на предприятии по окончании рабочего дня, руководитель обязан издать приказ о сверхурочных работах, в котором прописан срок дополнительного труда, указаны причины задержки сотрудника, обозначена форма. Компенсации лишних часов работы перечислены нормы охраны труда. При наличии приказа объяснить, зачем служащий находился на территории предприятия, или почему он получил травму на территории фирмы в нерабочее время, будет проще. Работодателю не придется разъяснять ситуацию в суде. Скачать – образец приказа о привлечении к сверхурочной работе, еще одним документом, который необходим при сверхурочных работах, является письменное согласие самого служащего на лишние часы труда. Если отгулы, выбранные в качестве компенсации за переработки, не оформить документально, работник потом не сможет доказать, что его уволили безосновательно, приняв выходные за прогулы. Как оформить компенсацию за сверхурочную работу? Пошаговая инструкция. Чтобы грамотно оформить компенсационную выплату работнику за сверхурочный труд, необходимо следовать приведенной ниже схеме, предполагается, что работник дал письменное согласие, ознакомился с нормами труда, выбрать сотрудников. Которых разрешено просить о сверхурочной работе, с учетом того, что некоторые категории работников не могут быть привлечены к работе сверх нормы. Получить письменное согласие выбранных служащих на работы сверх нормы, подать им под подпись текст с прописанными нормами труда, кроме случаев, когда согласие трудящихся не требуется. Оформить и издать приказ о привлечении к сверхурочному труду в свободной форме. Зафиксировать сверхурочные часы в табеле учета рабочего времени. Применить меры наказания к тем служащим, кто согласился на переработку, но самовольно покинул предприятие. Выплатить денежные компенсации за переработку, либо, после просьбы сотрудника, выделить дополнительный выходной по времени, равной отработанным сверх нормы часам. Необходимые документы, образец. Чтобы получить компенсацию за отгулы при увольнении, нужно предоставить следующие бумаги. Заявление в свободной форме о назначении и выплате компенсации отгулов в денежном эквиваленте. Приказ начальства о выплате причитающихся работнику сумм. Справка из бухгалтерии с расчетом сумм положенных компенсаций. Скачать. Образец заявления о предоставлении дополнительного времени отдыха за сверхурочные работы способы получения компенсаций. Компенсации за работы сверх нормы могут быть предоставлены в денежном эквиваленте в виде дополнительных дней отдыха. Сроки выплаты компенсаций. Дополнительные выплаты за осуществление работы сверхурочно являются по своей сути составной частью зарплаты, а не компенсациями, а потому указанные суммы выплачиваются в день зарплаты вместе с окладом. Как и заработная плата, компенсационные выплаты за труд сверх нормы должны выплачиваться не реже два раз в месяц. Пример расчета компенсации за работу сверх нормы. Рабочий день официантки Марина начинается в 16 часов и завершается в 23 часа, Марина получает 200 рублей в час. Согласно трудовому контракту, за ночную работу к обычной оплате добавляется 100 рублей. Владелец кафе попросил ее поработать до 2 часов ночи. За работу с 16 до 22 часов Марина будет заплачена, как обычно, по 200 рублей за час. За период с 22 до 23 часов официантка получит оплату с учетом ночного труда, то есть 300 рублей за один час. А с 23 до 2 часов время Марина будет оплачиваться как работа сверх нормы и как ночной труд одновременно, то есть за 3 часа она получит 2 часа умножить на 200 рублей плюс 100 рублей умножить на 1,5 плюс 1 час умножить на 200 рублей плюс 100 рублей умножить на 2 равно 1500 рублей. Налогообложение суммы компенсации. Налогом НДФЛ облагаются почти все виды заработков работников, включая заработную плату, премии, надбавки, поощрения. Несмотря на то, что отдельные виды компенсации налогообложению не подлежат, доплата за сверхурочные часы будет облагаться НДФЛ. Работа сверх нормы считается доходом за труд на предприятии, а потому компенсации признаются частью заработка. Кроме того, с доплаты за переработку совершаются страховые отчисления в фонд социального страхования для финансирования больничных отпусков либо выплат при травматизме на работе. Почему могут отказать в предоставлении компенсации? В компенсации сверхурочных работ могут и отказать. Причины могут быть следующие. Инициатива переработок исходила от самого работника. Сотруднику уже был предоставлен дополнительный отгул вместо денежной компенсации, работник трудился в выходной день, и ему была начислена двойная. Оплата за труд в нерабочий день, служащий согласился на сверхурочные работы, но самовольно покинул территорию предприятия. Законодательные акты по теме. Рекомендуется заранее изучить СТ99 ТК РФ определение сверхурочных работ СТ 97 ТК РФ О праве работодателей привлекать сотрудников к сверхурочному труду Разъяснение Раструда номер 658 60 о том Этэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ какая этот этот приведели линии сверхурочных что сверхурочная работа по инициативе самого работника не оплачивается дополнительная ст 152 тк рф о компенсациях сверхурочных работ ст 210 тк рф об обложении компенсации за сверхурочные работы ндфл ст 7 федерального закона номер 212 об удержании страховых взносов фсс компенсации за работу сверху нормы типичной ошибки при оформлении сверхурочная работа вы и и тебе вина с такой побольше никого не оплачивается до патута дополнительно сад с хорурор урочных раб ст Ошибка номер один. За отработанное сверхурочное время сотруднику был предоставлен дополнительный выходной, хотя сам служащий об этом не просил. Денежная компенсация работы сверх нормы заменяется на дополнительное время отдыха только по просьбе работника, не по инициативе руководства или бухгалтерии. Ошибка номер два. Дополнительный выходной, назначенный сотруднику в качестве компенсации сверхурочных работ, не был обозначен в табеле учета рабочего времени. Выходной, даже предоставленный за сверхурочные работы, должен быть отражен в табеле учета трудовых часов, потому что он не должен оплачиваться. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Существует ли какой-либо нормативный акт, который устанавливал бы конкретные суммы компенсации за сверхурочный труд? Нет. Ни трудовое законодательство, ни отдельные законодательные акты не утверждают четких сумм в качестве компенсации за сверхурочную работу, поэтому конкретные величины выплат могут быть обозначены в тексте коллективного договора. В локальном нормативном акте, в трудовом контракте. Вопрос номер два. Можно ли привлечь к сверхурочной работе сотрудников, которые проходят на предприятии производственную практику? Нет, данная категория служащих не может быть оставлена на работу сверх нормы, ни по согласию, ни по принуждению. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.